Вот обратим внимание на почву покровную розу. Ее в крайнем случае нужно только присыпать немного или хорошим перегноем, который имеет очень мало перегноя навозного. Лучше всего ее с песком хорошо смешать, эту землю, и чуть-чуть только присыпать. Самое лучшее, что можно придумать, это накинуть лапником одну-две ветки или просто прижать чем-то деревянным. И все, почва покровную розу, иначе она выпреет и будет у вас выпад, она не будет свистеть. Ну вот что мы сделаем с плетистой розой? Укрывать ее рано, ее даже не тронул мороз. Мороза розы не боятся. Они боятся сырости, выпривания, навоза, все что угодно, то, что дает гниль. Вот с этой розой мы дождемся сейчас хороших устойчивых заморозков. То есть, когда температура почвы будет 0-5 градусов, когда ночные температуры будут уже устойчиво минусовые. Обрежем, ее будет видно, вот эта листва начнет опадать. Вот этот ствол, это ясно, красный ствол, который вот идет, он не вызрел. Он все равно замерзет, в любом случае он будет. Обрезать мы ее не будем. Мы ее аккуратно, все листья уберем от мышек всего и присыпем. В крайнем случае я, например, не присыпаю. Я просто вот так аккуратно постараюсь ее не сломать, придавить, пришпилить. Беру железную шпильку и пришпиливаю к земле. На зиму я обязательно обработаю бордоской жидкостью. Это побелка стопроцентная. Это и защита, и от мороза все-таки побелка кору закроет. И от гнили, ну, защита будет хорошая. Спасибо. Спасибо. Спасибо.